добрый день это второе видео из курса простое кино в прошлом видео мы рассмотрели установку для съемки анимации сегодня мы рассмотрим самый простой а точнее самый очевидный способ анимации под названием перекладка или stop motion сначала посмотрите простой пример анимации этим способом сняты специально для этого курса персонажа рисовали дети из центра имени альбрехта давайте посмотрим на фон как я и говорил в предыдущем видео лучше если он будет тусклым или размытым без большого количества деталей на таком фоне наиболее выигрышно будут смотреться любые персонажи обратите внимание что фон как и видео должен быть соотношением сторон 16 в 9 в данном случае от листа а1 я чертил по 6 сантиметров чтобы придать ему нужный формат и как минимум 10 процентов по краям должно остаться свободно как от важных деталей фона так и от действующих персонажей это очень важно особенно при первых пробах на случай если вы неправильно разместили фотоаппарат это правило можно нарушать но только если вы понимаете с какой целью это делаете например превращение последнего персонажа со зрителями с персонажами все обычно наоборот яркие насыщенные при возможности максимально проработанные сложность анимации напрямую зависит от числа подвижных частей персонажа на примере гуманоида чаще используется три варианта первый без подвижных частей цельно нарисованный персонаж второй четыре части как в нашем роботе руки и ноги в третьем варианте добавляется подвижная голова или открывающийся и закрывающийся рот или подвижные зрачки советую процессе обучения идти от простого к сложному иначе каждый кадр будет занимать слишком много времени соединение частей тела можно сделать с помощью ниток тонкой проволоки кнопки и швейной фурнитуры или специального подвижного клея можно части тела и не закреплять но это сильно усложняет анимацию приходится все время внимательно следить что персонаж не рассыпался как шалтай болтай самый простой способ нитки если есть возможность их лучше подобрать с учетом цвета персонажа или замаскировать но во многих случаях это неважно главный момент при съемке это подсчет времени на сцену и предварительное построение линии движения обычно я снимаю мультфильм при 8 кадрах в секунду это минимальное количество кадров в секунду при котором глаз не замечает отдельных фотографий а воспринимает цельное движение перед съемкой постарайтесь как можно подробнее представить себе всю сцену озвучьте реплики персонажей если они есть и засеките время на их произнесение и обязательно про репетируйте движение персонажа теперь давайте посмотрим покадрово на анимацию появляется нога затем 2 туловище и рука и только в последнюю очередь глава при первом просмотре это почти незаметно но такой принцип когда мы не сразу сдаем персонажа позволяет держать зрителя несколько секунд в напряжении а что там будет дальше очень часто этот прием используется в фильмах или кукольном театре это только один вариант выхода конечно затем персонаж идет как ходят персонажи эта тема для отдельного видео и крайне зависит от его вида так что я покажу самый простой способ и прыгаем прыгать можно по-разному чем забавнее получится тем лучше главное не бойтесь зависать в воздухе и уходим со сцены самом конце последний персонаж может обращаться со зрителями переместив центр внимания на самый край кадра только обратите внимание что в данном случае руки робота крайне невыразительно поэтому приходится оставить и голову в кадре несколько советов напоследок перед каждым кадром проверяйте что все убрали руки стола я перед каждым кадром говорю детям руки и одни все прячут их за спины второе неподвижные ненарисованные части фона прикрепите фону чтобы случайно не сдвинуть их во время съемки третье если вы ошиблись в кадре и хотите его переснять сделайте еще один кадр держа руку перед объективом это позволит быстро найти брак при монтаже четвертое если у вас готова музыка для мультика включите ее фоном пятое если у вас не очень хорошо поставлен свет внимательно следите за тенями мелькающий свет может сильно раздражать при просмотре шестое главное перед съемкой повторно убедитесь что выставили ручной режим и ручной фокус на фотоаппарате и намертво закрепили фон и фотоаппарат на этом заканчивается второе видео из курса простое кино в следующем видео мы рассмотрим загрузку снимков на компьютер удаление брака монтаж и загрузку фильму на youtube всем спасибо за внимание и